МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В результате мощного ливня разрушилась стена каменного моста памятника архитектуры с 200-летней историей. В Воронежской области продолжает снижаться количество официально зарегистрированных безработных. В Воронежской области опубликовали список официальных пляжей. По данным Воронежстата, в регионе насчитывается 408 тысяч детей и подростков в возрасте до 17 лет. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Канада. Густой дым от лесных пожаров окутал округ Шелборн в районе Сэнди-Пойнт и озеро Баррингтон в восточной канадской провинции Новая Шотландия, как видно на кадрах, снятых в четверг. По данным власти, это бедствие стало крупнейшим лесным пожаром в истории Новой Шотландии. Сгорело более 20 тысяч гектаров, а пламя достигло высоты почти 100 метров. Ситуация с лесными пожарами в Новой Шотландии невероятно серьезная. Мы готовы оказать любую необходимую правительственную поддержку и помощь, сообщил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсетях. США. Президент США Джо Байден приветствовал сделку по потолку долга, объявив о предотвращении кризиса в Вашингтоне и округ Колумбия в пятницу. Я выступаю перед вами сегодня, чтобы сообщить о предотвращенном кризисе, о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения было крайне важным. Ставки не могли быть выше. И если бы нам не удалось достичь соглашения по бюджету, раздались бы голоса экстремистов, угрожавших впервые за 247-летнюю историю Америки объявить дефолт по государственному долгу. «Ничто, ничто не было бы более безответственным, ничто не было бы более катастрофичным», заявил Байден. Президент также отметил, что соглашение успешно предотвратило экономический кризис и крах, одновременно сократив расходы и решив проблему дефицита. Кроме того, он подчеркнул защиту важнейших приоритетов, таких как социальное обеспечение, Медикер, Медикейд, пособия ветеранам, а также преобразующие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергию. В течение нескольких месяцев республиканцы блокировали повышение потолка госдолга, требуя от администрации Байдена в качестве ответной меры сократить расходы на бюджет 2024 года. В свою очередь, Белый дом потребовал заключения соглашения о потолке долга без каких-либо дополнительных условий, подчеркнув необходимость чистой сделки перед началом переговоров. В Таиланд буддийские монахи зажгли десятки тысяч фонариков в честь рождения, просветления и смерти Будды под Хумтани в субботу. На кадрах видно, как десятки верующих и монахов медитируют и молятся в храме Ватвхра Тхамакая, который сияет в свете 100 тысяч фонарей, украшающих храм. Участники провели различные традиционные ритуалы, включая церемонию раздачи милостыни для монахов, массовую медитацию, церемонию посвящения в сан и различные подношения, прежде чем вечером зажечь фонари. День Висак, важный день буддизма, отмечается в день полнолуния шестого лунного месяца в честь дня рождения и просветления Будды. В 1999 году Генеральная ассамблея ООН признала День Висак международным праздником, чтобы отметить вклад буддизма в духовность человечества. Индия. По меньшей мере, 288 человек погибли и 800 получили ранения при столкновении двух пассажирских поездов в штате Адиша в пятницу. Об этом сообщили в соцсетях Министерства путей сообщения Индии. На кадрах сотни местных жителей и сотрудников экстренных служб участвуют в поисково-спасательной операции на месте происшествия, в то время как техника разбирает завалы. В опубликованном заявлении также сообщается, что инцидент произошел в районе города Баласор. По предварительным данным, скорый поезд, следовавший по маршруту Калькутта-Чинай, сошел с рельсов, в результате чего 10-12 вагонов опрокинулись на пути встречного направления. Затем в них врезался другой пассажирский поезд. Согласно заявлению главного секретаря штата Адиша Прадипа Дженны, причина столкновения не установлена. Спасатели и военнослужащие проводят поисково-спасательную операцию на месте столкновения. Иран. Верховный лидер Ирана Айтала Хаминеи выступил с речью на церемонии в честь 34-й годовщины со дня смерти основателя Исламской республики Айталы Хаминеи в его мавзолей на юге Тегерана в воскресенье. Враждебность мирового высокомерия по отношению к иранской нации не будет отменена частичным выходом. Они ошибаются. Они думают, что если мы откажемся от некоторых своих позиций, то враждебность США и сионистов уменьшится. Нет, это неверно. В нескольких случаях наш уход приводил к тому, что они делали шаг вперед и становились более агрессивными, сказал лидер Ирана. Айтала Хаминеи скончался 3 июня 1989 года. Совет экспертов Ирана выбрал Айталу Сиеда Али Хаминеи в качестве следующего верховного лидера. Хаминеи также повторил свои заявления о том, что западные страны стоят за общенациональными протестами после смерти Махсы Аминии в прошлом году. 22-летняя Аминии умерла в сентябре прошлого года, будучи взятой под стражу под рулем за якобы неправильное ношение хиджава, в то время как по всей стране вспыхнули протесты и митинги. Власти заявили, что Аминии случился сердечный приступ и назвали это несчастным случаем, а демонстранты утверждают, что ее избили. Иранское правительство пообещало расследовать смерть, но также поклялось подавить любой хаос, обвинив западные страны в разжигании беспорядков и демонстрации. По данным Министерства внутренних дел Ирана, официальное число погибших в результате того, что оно назвало беспорядками, составляет более 200 человек. Правозащитные организации называют цифру в два раза больше. Ирак. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мигдад встретился с иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде в воскресенье для переговоров по вопросам региональной безопасности и укрепления связи между граничащими странами. На пресс-брифинге после встречи оба министра рассказали, что обсудили меры по прекращению незаконного оборота наркотиков через границу. Не секрет, что Ирак стал коридором для контрабанды наркотиков. И, к сожалению, потребление наркотиков в Ираке значительно возросло. Поэтому необходимо бороться с этим явлением, которое угрожает иракскому и сирийскому обществам, сказал Хусейн журналистам. Министр иностранных дел Ирака также пояснил, что в ходе двусторонней встречи обсуждался и гуманитарный кризис, затрагивающий сотни тысяч сирийских беженцев. Вскоре мы примем участие в Брюссельской конференции, где мы подчеркнем через министров иностранных дел или через сформирование, одобренное Лигой арабских государств. Суровые и трудные обстоятельства, в которых находятся сирийцы, продолжил он. В свою очередь Мигдад подчеркнул необходимость совместной работы обеих стран для решения вопросов региональной безопасности. Он также подчеркнул важность отмены санкций, наложенных на Сирию Западом. Двухдневный визит Мигдада в Багдад является последним в серии дипломатических миссий, направленных на укрепление связи между Сирией и странами Лиги арабских государств. В начале этого месяца члены Лиги арабских государств проголосовали за реадмиссию Сирии после ее приостановки в 2011 году в связи с подавлением протестов и началом затяжного внутреннего конфликта в стране. В настоящее время в Лигу арабских государств входят 22 страны. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсалбин Фархан заявил, что регион находится на перепутье и призвал страны к сотрудничеству в области безопасности, стабильности и торговли. Турция. Торжественная церемония присяги и вступления в должность переизбранного президента Турции Раджепа Тейпе Эрдогана прошла в субботу в здании Верховного национального собрания в Анкаре. На кадрах Эрдоган заходит в зал, где парламентарии встречают его аплодисментами. Я не отступлю от идеала, что каждый гражданин должен пользоваться правами человека и основными свободами в рамках понимания мира и процветания нации, национальной солидарности и справедливости для защиты славы и чести Турецкой Республики. Я клянусь своей честью перед великим турецким народом и историей, что буду всеми силами прославлять и беспристрастно выполнять взятый на себя долг, принес присягу президент. На церемонии инаугурации присутствовали представители 78 стран. Российскую делегацию возглавлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Эрдоган, возглавляющий Турцию с 2014 года, в качестве президента продолжит управлять страной в следующие пять лет. После завершения инаугурации, избранной на третий срок, президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган объявил состав нового кабинета министров. Он назначил Мехмета Шимшека новым министром финансов и казначейства, что указывает на намерение Турции вернуться к традиционной экономической политике на фоне рекордного для страны уровня инфляции. Шимшек, бывший банкир, возвращается в кабинет министров после пятилетнего перерыва. На кадрах также можно увидеть, как Эрдоган назначает Джевдета Илма за вице-президентом Турции, Хакана Фидана – министром иностранных дел, Ешара Гюлера – министром национальной обороны. А Али Ярликая – министром внутренних дел. Франция. Десятки левых демонстрантов провели в воскресенье в Париже антифашистский митинг в честь 10-й годовщины убийства левого активиста Клемана Мерика. На кадрах видно, как демонстранты жгут факелы во время шествия от станции метро Барбес до площади Гамбетта, через площадь республики. Во время митинга не было зарегистрировано никаких инцидентов. 18-летний студент и левый активист погиб 5 июня 2013 года в результате столкновений между левыми и правыми демонстрантами. Смерть привела к запрету трех правых групп правительством Франции. Члены армянской диаспоры провели в воскресенье в Париже митинг в знак протеста против ситуации в Нагорном Карабахе, требуя прекращения блокады этого района. На кадрах видно, как протестующие собрались в столице Франции с транспарантами и флагами Армении и Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахский регион, который армяне называют республикой Арцах, населен в основном армянами. Он был присоединен к Азербайджану в 1921 году Иосифом Сталином. С тех пор, как Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил свою независимость после распада СССР, его статус никогда не признавался международным сообществом. После 44 дней вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года Россия, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. В соответствии с соглашением, полное прекращение огня вступило в силу с полуночи 10 ноября, куда, согласно подписанному документу, Россия направила миротворческий контингент. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул на границе 13 сентября 2022 года, причем стороны обвинили друг друга в начале эскалации. 21 апреля Министерство обороны Азербайджана объявило о введении контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Дороги под контролем российских миротворцев, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом в связи с переброской Армении живой силы, оружия, боеприпасов и мин в Карабахский экономический район Азербайджана. Незадолго до этого власти Армении повторно обратились в Международный суд ООН с требованием восстановить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору. 26 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе разбивается в направлении урегулирования во время трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Австрия, Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день во время встречи организации стран-экспортеров нефти, ее союзников известны как ОПЕК-плюс, а Вене в воскресенье. В июне добыча в стране снизилась до 9 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 10 миллионами баррелей в сутки в мае. Этот шаг происходит на фоне решения ОПЕК-плюс придерживаться ранее согласованных целей по добыче в 2023 году в попытке поднять цены на нефть, которые на прошлой неделе упали до 76 долларов за баррель Brent. Россия продлит добровольное сокращение добычи до 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил российский вице-премьер Александр Новак в телеинтервью после встречи. Новак также заявил, что страны ОПЕК-плюс оценивают текущую ситуацию на рынке нефти как сбалансированную. В воскресенье по итогам министерской встречи страны-члены ОПЕК-плюс договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 миллионов баррелей в сутки. Решение принято для достижения поддержания стабильного рынка нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка. Следующая министерская встреча ОПЕК-плюс состоится 26 ноября в Вене. Сербия. Тысячи людей вышли на улицы Белграда в субботу, чтобы присоединиться к митингу Сербия против насилия после череды смертельных перестрелок. Протест, который многие считают антиправительственным, прошел уже в пятый раз за месяц после нескольких преступлений с применением огнестрельного оружия. Организаторы утверждают, что действующее правительство не способно обеспечить безопасность и призывают запретить показ сцен насилия на национальном телевидении. Руководство страны отвергает обвинение и поддерживает амнистию нелицензионного огнестрельного оружия. В мае Сербия была охвачена трауром после того, как 13-летний мальчик открыл огонь по ученикам начальной школы. Жертвами трагедии стали 8 детей и охранник. Двумя днями позже 20-летний мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям из автоматического оружия в поселении недалеко от Младеновоца к югу от Белграда, убив 8 и ранив 14 человек. Новости России. По заявлению официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Коношенкова, в понедельник в Москве вооруженные силы России отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на южно-донецком направлении. Утро 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Более 900 жителей Шебекинского округа были размещены в общежитиях Белгородского государственного национального исследовательского университета, по словам исполняющего обязанности проректора по экономике и финансам БелГУ Игоря Полевого. На кадрах, снятых в общежитиях номер 5 и 8, БелГУ эвакуированные получают гуманитарную помощь и обустраиваются в комнатах. По словам Полевого, перемещенные жители размещены в комфортабельных общежитиях. Председатель студенческого совета общежития БелГУ Марина Пронина рассказала, что работать волонтерами вызвались немало студентов. Волонтеры помогают жителям Шебекина эвакуироваться и занимаются подготовкой гуманитарной помощи для перебравшихся в пункты временного размещения. Руководители волонтерского движения помощи пострадавшим людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, Юлия Немчинова рассказала о деятельности группы. Часть группы сейчас находится под самим городом и участвует в организации эвакуации людей и доставке людям гуманитарной помощи непосредственно тем, которые остаются в Шебекина. Волонтер также показала процесс сборки продуктовых наборов. Женщина отметила, что все, кто хотел выехать на своих машинах, уже выехали. Но в городе остались пожилые люди и инвалиды. Также более 60 перемещенных из-за обстрелов жителей Шебекина разместили в ПВР в городе Плавске Тульской области. В субботу вечером сотрудники МЧС встретили первый автобус, прибывший из Белгородской области и помогли эвакуированным обустроиться в комнатах. Старший психолог отдела медико-психологического обеспечения ГУМЧС России по Тульской области Оксана Ермолаева рассказала о процессе перемещения белгородцев. Сегодня в Тульскую область прибыло 63 человека из Белгородской области. Все граждане размещены в центре временного размещения города Плавск. Сотрудниками ГУМЧС России по Тульской области оказана помощь при размещении и заселении граждан, а также оказана информационно-психологическая поддержка. В дальнейшем при необходимости будет оказана адресная помощь. Сопровождающая группа эвакуированных Ольга Полухина добавила, что среди эвакуированных семь детей, большая часть взрослых – женщины. Глава региона Вячеслав Гладков в пятницу сообщил об эвакуации двух с половиной тысяч жителей города Шибекина. Губернатор также заявил, что с начала недели ведется интенсивный обстрел Шибекина и других районов Белгородской области. Кроме того, в Шибекина полностью отсутствует электро- и водоснабжение. Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Санкт-Петербурге в субботу. Об этом сообщил начальник управления информацией и общественных связей регионального ГУ МВД России Вячеслав Степченко. На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, грузовик выезжает на встречную полосу и врезается в несколько машин. По предварительным данным ведомства, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Для извлечения некоторых пострадавших из автомобилей сотрудники экстренных служб использовали гидравлический инструмент. Грузовой автомобиль совершил столкновение с 12 автомобилями. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных авто и помогли транспортировать в кареты скорой помощи. Также смыли разлившееся топливо. Психологи МЧС России оказали помощь пострадавшим и очевидцам, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в результате ДТП водитель и две пассажирки одного из автомобилей получили тяжелые травмы. Также медицинская помощь потребовалась еще девяти людям, в том числе двоим детям 6 и 16 лет. В пресс-службе добавили, что в отношении 37-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Новости нашего региона. В результате мощного ливня разрушилась стена Каменного моста, памятника архитектуры с 200-летней историей. Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате непогоды в субботу. На кадрах последствия обрушения, обломки на проезжей части. К счастью, обошлось без жертв. Работы по восстановлению моста уже ведутся. Движение автотранспорта под мостом пока перекрыто. Построенный в 1826 году Каменный мост является одной из главных достопримечательностей города. Через него обязательно проходит традиционный маршрут воронежских молодоженов. Именно здесь чаще всего можно увидеть большое количество свадебных кортежей. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. Летний июньский дождь в эту субботу натворил не только в городе массу происшествий. Неготовым к нему оказалось и общежитие на улице Полякова, 13. Здание залило с пятого по первый этаж. Управляющая компания на потоп закрывает глаза. Жители уверяют, такое здесь уже происходит не первый раз и, видимо, не последний. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. На голову вода льется в этом доме всем, кроме управляющей компании ООО «Паритет». В воле случая она располагается в этом же здании, но у них предусмотрительно натянуты подвесные потолки. Кстати, тут же находится еще и поликлиника. Следы потопа здесь видны до сих пор. Провода так и не просохли. Света здесь не было с субботы. Как только мы приехали, электричество все-таки дали. Директор управляющей компании во время нашего приезда отсутствовал. Говорят, его не было и в тот день, когда случилось происшествие. С утра сегодня приехала служба спасателей. Вот свет дали. Это все, что я могу. Уже свет дали? Конечно. Заходите, компьютеры, вот включили свет. А ремонт какой-то будет в крыше проводиться? Что-то пройдет? Я паспортист. Я, к сожалению, по поводу ремонта вам ничего не знаю. Ну а с директором можно связаться? А директора сегодня нет, а завтра в 8 утра он будет на месте. Это общежитие было построено для сотрудников Воронеж-Синтез-Каучук. Примерно до 2007 года оно принадлежало заводу и никаких коммунальных проблем никогда не возникало. Пока здание не сняли с баланса предприятия и оно не перешло в руки у кашек. С этого момента на жилой дом просто перестали обращать внимание. Они каждые полгода меняют у нас название. У нас проблема просто начинается с кровли. Кровли течет у нас уже как сильные дожди, так у нас постоянно потопы, постоянно отключение света. Нашему директору нет никакого дела до нас. Он говорит, вы мало платите, у вас долги, делать что хотите от меня отстаньте. У меня два года назад из-за потопа чуть не убила дочку. Ну, сказал, ну ее же не убила, она же у тебя жива. А два года назад жители этого общежития говорят, на рабочем месте, восстанавливая свет, погиб электрик. У него осталось трое несовершеннолетних детей. Этот случай так ничему не научил. Крыша по-прежнему течет, капитальный ремонт кровли перенесли с 22-го года уже на 25-й. Потопы повторялись уже не раз, после чего в общежитии отключают электричество. Один раз даже был пожар. Когда нет света, готовить тоже невозможно в пятиэтажке электроплиты. 26 февраля был такой же ливень. И так же все, три дня мы были голодными. И вот сейчас так же. И это каждый раз, когда будет ливень или какая-нибудь катастрофа, опять мы будем сидеть без света и без еды. В доме живут инвалиды и дети, которым просто необходимо горячее питание. На помощь друг другу приходят соседи. Выключенный холодильник летом не всем по карману. Светлана закупила запас мяса – 27 килограммов. Все пришлось выкинуть. Бегали к соседям в частные дома, в магазины, чтобы заварить кипяток и принести какую-то еду. Но каждый день не побегаешь. После субботнего ливня жители общежития Наполякова написали обращение в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию и лично председателю следственного комитета Александру Бастрыкину. То, что происходит уже несколько лет, терпеть невозможно. Люди понимают, что на местах проблему решать не собираются. А глава управляющей компании вообще при нашем запросе отчитался управе Левобережного района, что крышу, мол, уже починили. Люди в это, конечно, не верят. Никаких рабочих они не видели. Все продержится до следующего дождя. Мы, в свою очередь, обратились в ГЖИ и фонд капитального ремонта. И ждем от них комментариев. В Воронежской области продолжает снижаться количество официально зарегистрированных безработных и расти число вакансий. Об этом сообщили в Департаменте труда и занятости населения. За последний месяц в Воронежской области снизилось количество официально зарегистрированных безработных. Если в начале мая их было 8417, то на 2 июня уже 8167. А вот число вакансий, которые могут предложить работодатели региона, постоянно растет. Сейчас их 22395, что на 1500 больше, чем в мае. В то же время, проведенное в апреле Воронеж-штатом выборочное обследование рабочей силы по методологии Международной организации труда выявило, что безработными себя считают 43 800 жителей региона. По данным Департамента труда и социальной занятости населения, угроза увольнения грозит 372 работникам. Этот показатель более чем в 2,5 раза меньше уровня прошлого года. Каждое десятое домохозяйство Воронежа получало субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такие данные приводит региональное управление Росстата. На компенсацию части расходов на содержание жилья в январе-марте 2023 года было выделено 507 миллионов 400 тысяч рублей. Этими средствами воспользовалось более 50 тысяч домохозяйств в Воронеже, что составило 9,5% от их общего количества. Размер субсидий устанавливается с учетом предельно допустимой доли собственных расходов граждан, прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот. В среднем на одно домохозяйство выделялось 3 318 рублей в месяц. В Воронеже также действуют льготы по оплате жилья и услуг ЖКХ для инвалидов, ветеранов, других категорий граждан. В первом квартале 2023 года такое право на социальную поддержку имели почти 203 тысячи человек. В среднем на одного из них в месяц выделялось 937 рублей. Общий объем средств бюджетов всех уровней, направленный на компенсацию части расходов населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за первый квартал 2023 года, составил 1 миллиард 78 миллионов рублей. В Воронежской области опубликовали список официальных пляжей. В перечень включили 71 место отдыха в 29 регионах. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, количество разрешенных мест для купания сократилось. Тогда в списке было 78 объектов. Анна Корязина продолжит. Чтобы пляж получил статус официальный, а не дикий, территория воды должна соответствовать необходимым требованиям. Должны быть обозначены границы. На объекте должен быть спасательный пост с оборудованием. Организовано дежурство медиков и спасателей. А подход к водоему обязательно безопасный для детей и взрослых. Как правило, именно визуально отдыхающие оценивают пригодность пляжа. Пляж по каким критериям выбираете? Ну, чтобы так чистенько было, песочек, чтобы было где деткам поиграть. Потому что он самый чистый, и вода тут наиболее чистая для купания. И пляж сам по себе чистый. Вода чистая. Всё отлично. Солнце яркое. С ребёнком не страшно? Нет. Если посетители оценивают места для купания внешне, то специалисты предпочитают заглянуть вглубь. В воде и на дне водоёма может скрываться невидимая вооружённым глазом опасность. Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области организован отбор проб и лабораторные исследования песка и воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. В первой декаде мая проведён отбор проб и лабораторные исследования воды и водных объектов на территории города Воронежа. По результатам лабораторных исследований в пяти местах отдыха выявлены несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в местах отдыха, таких как водохранилище, место отдыха у санатория имени Горького, место отдыха у парка «Дельфин», место отдыха по адресу набережной авиастроителей 4Л, место отдыха, прилегающее к парку «Алые паруса», а также место отдыха, расположенное на левом берегу водохранилища, южнее автодороги М4 «Дон», в двух с половиной километрах на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж. В вышеперечисленных местах отдыха выявлены превышения гигиенических нормативов, кишечная палочка, а это значит, что купаться там небезопасно. Загрязненная вода может стать причиной острых кишечных инфекций, в том числе вирусной природы, а также развитием аллергических реакций. Использовать водные объекты в рекреационных целях можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии. В этом году его вновь получат не все пляжи. По состоянию на 2 июня 2023 года в управление Роспотребнадзора поступили заявления на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений по 8 местам отдыха на территории города Воронежа. По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз выдано 3 заключения о соответствии качества воды водных объектов в таких местах, как водохранилище, место отдыха у спорткомплекса «Локомотив», место отдыха «Сосновый бор» на берегу реки Усмань и место отдыха «Боровое» на берегу реки Усмань. Таким образом, из проверенных 8 только 3 пляжа с безопасной и чистой водой. Но на этом исследования не закончены. Напротив, только начались. Отбирать пробы сотрудники Роспотребнадзора будут еженедельно. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в непригодных для этого местах. Выбирать только те пляжи, которые соответствуют требованиям, в том числе и по гигиеническим нормативам. А с этого года, там, где установлена табличка «Купание запрещено», окунувшись в воду, можно получить штраф. Теперь за плавание в запрещенных местах придется заплатить 500 рублей. За повторное нарушение в течение года – 1000. Анна Корязина, Валерий Бобкин, 41 канал. Среди детей и подростков в возрасте до 17 лет, включительно в Воронежской области преобладают мальчики. Такие данные приводит региональное управление Росстата. По данным Воронежстата, в регионе насчитывается 408 тысяч детей и подростков в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлым годом, этот показатель снизился на 0,6%. Почти половина – от общего числа детей, ученики младших и средних классов. А 35% – младенцы и дошкольники до 6 лет. Мальчиков почти на 3% больше, чем девочек. В прошлом году в Воронежской области появилось на свет 17215 малышей. Это на 7,3% меньше, чем в 2021 году. На 100 родившихся девочек приходилось 109 мальчиков. В российской премьер-лиге прошли матчи заключительного тура. Факел играл в Санкт-Петербурге с чемпионом страны «Зенитом». Все игры последнего тура Чемпионата России по футболу прошли в одно и то же время. Для воронежцев определяющим был матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Чтобы сохранить спасительное 12-е место, факелу достаточно было сыграть не хуже «Волжан». Но это в теории. А на практике, несмотря на поддержку 1200 болельщиков, приехавших в Северную столицу поддержать любимую команду, обыграть чемпионов страны не удалось. Забитый под конец встречи мяч принес «Зениту» победу с минимальным счетом. А вот самарцы свою задачу выполнили. Победив «Московский Спартак», они поменялись с факелом местами и сохранили прописку в Премьер-лиге. Воронежцев теперь ждут две игры с красноярским Енисеем. В них все и решится. Или факел второй подряд сезон проведет в элите российского футбола, или уже в который раз последует вылет в Первую лигу. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!